Если её нет, мы не знаем Бога. Если мы не применяем её, мы не можем его познать, мы не можем его ощутить в полной мере. Мы будем жить на своих условиях, на своих представлениях, но никак не так, как того хочет Господь. Но я хочу вам сказать одну вещь, что враг душ человеческий, он не бездействует. Он всячески пытается отравить, что-то подсунуть какой-то эрзац, подмену вере, подмену Евангелия, подмену Христу. И нам надо быть очень внимательны. Нам не нужно отвлекаться на второстепенные совершенно ненужные вещи. Мы знаем, мы верим, что Господь на все. Что в Ему власти все. Аминь? Не, ну мы верим. Всем известный вам случай Иос. Праведник чудесно любил Бога. И вдруг Сатана пришёл к Богу. Он говорит, ты видел там, вот такой у меня здесь замечательный. Видел. Ну ты же его обставился, ты же дал всё, что тебе не будет. А вот забери. То есть вы понимаете. И Бог говорит, ну хорошо, только души не будет. Это Мои. И Он прошёл эти испытания. Потерять всё. Детей потерять. Имущество потерять. Жену в конце концов. Друзей потерять. Ну то есть они вот так добили любому своей. Он бедный, жалкий его утешит. Так что я вам говорю, что всё от Бога. Но Он хочет, чтобы мы шли разумно к Нему. Не как вот эти солдатики, знаете, заведённые. Нет. Он даёт нам поле действия вот здесь. Да, конечно, цель наша предопределена. Если Он избрал тебя, если Он тебя запечатлел, поставил печать только святого здесь. Её никто не украдёт и никто не украдёт. Конечная цель – ты спасён. Если это есть. Но путь к этой цели, он может быть прямой, более или менее ровный, благословенный, удобный, удачный. А может быть вот такой, из канала в канала. Из полыня, дорогой. Ну понимаете. Тут Он даёт, Он вытащит. Он даёт нам ворону. Ну ты подумай, ты сознательно приди ко мне. Ты возлюби меня. Ты отбрось все свои выносы, отбрось. И иди ко мне. Так как я тебе советую. И основной стих у нас, извините, они уже заговорили. Павел пишет, апостол Павел Галатом. Он да как бы делает вывод из всего. А я не желаю хвалиться, радоваться, хвалиться ничем. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Которым для меня мир распят, и я рад для меня. Аминь. Вот вдумайтесь в эти слова. Для Павла самое главное – это крест Христу. И крест – это орудие казни, да? Орудие смерти. И он распят, сам Павел сораспят со Христом. То есть он мёртв для мира. И мир также распят на кресте. Так что он свободен. Это очень важно понимать. Крест – мы проповедуем Христа какого? Каспятского праздника. То есть мы понимаем и все мы верим, что Он умер за нас, за наши веки. И когда мы благодарны и живём этой верой, и показываем на самом деле в миру, что мы такие вот. И меняется наша жизнь. Тогда естественно. Но, как я сказал, сатана не бездействует. Он обязательно что-то придумывает. И вот крест Христу как-то незаметно, вообще-то вот в церкви, незаметно, без предупреждения пришёл в современную церковь новый крест. Новый крест. Очень похожий на старый. Но кардинально отличающийся от него. Фундаментально отличающийся от него. С этого нового креста и берётся новая философия христианской жизни. Из неё также проистекают новые методы благовестия. Вид собрания, он превращается в такие увеселительные какие-то времяпрепровождения. Новый тип проповеди появляется. То есть не о кресте Христовом, не о жертве Христа, не о любви Христа. Хотя пользуются тем же языком. Они говорят тоже, из того же материала, из Библии, да? Но, содержание этих проповедей отличается. И акцент ставится не на то, что раньше. Я хочу, чтобы вы помните, что старый крест не вступал в сделки с миром. На компромиссии не шёл. Для ветхой, нашей старой Адамовой плоти, он означал одну – смерть. Но новый крест не противовечит плоти ему. Не противостоит плоти ему. Скорее, он добрый приятель ему. И, будучи правильно, пользуется уже источником доброго веселья и неверных наслаждений. Он не трогает плоти. Не меняет жизнь людей. Они также и продолжают жить ради своих наслаждений. Тут только теперь они получают эти удовольствия от, допустим, пения христианских шлякеров. Хорошие песни. Мы хорошо проводим время. От различных шоу мероприятий. А не от непристойных песен, как раньше. Выпивок, за стол и взяли. Но удаление по-прежнему ставится на получение удовольствия. Вот вы замечали наверху. После служения часто слышу. Ну как тебе служение? Понравилось? Ты получил удовольствие, удовлетворение? Ты увидел Бога. Ты почувствовал Бога. Вера укрепилась в тебе. А не понравилось тебе или не понравилось? Вот сегодня пастор какой-то не такой, смурной какой-то. Новый крест не уничтожает грешника. Он скорее переориентирует его. Приспосабливает его к более чистому, благопристойному, приятному образу жизни. Переориентация. Хотя мы поем. Разбей меня. Преобрази и воссоздай своего возраста. А ведь так? Вначале нужно разбить. Вначале должна идти смерть нашей площади. А потом воссоздать. Бог спасает человека, полностью уничтожая его ветхую натуру. А потом воскрешая для жизни новую. У Иисуса есть очень хороший пример. Он сказал, что пшеничное зерно должно упасть в землю. Да? И затем что? Умереть. Умереть. Для того, чтобы ожить зачем? Да? И дать пью. Так? Зерно упавшее зерно должно умереть. Мы говорим. Умереть. Он распинает ее в гости. Она не улучшает нашу старую жизнь. Она ее уничтожает. И создает дару. Мы не дипломаты. Понимаете? Мы пророки. Я хочу, чтобы мы это поняли. И наше послание предполагает не компромисс, а ультиматум скорее. А он звучит так. Покайтесь. Ибо приблизилось царство небесное. Так? Аминь. Иначе умрете. Вот это нам литует тот старый крест. На что это значит? Как оно выражается? Это не просто публичное покаяние. Вы знаете, как это принято? Выйдите вот сюда и скажите Господь, Бог мой, будь моим спасителем. Это не столько это. Это не столько даже правильное исповедание веры. Знать постулат и верить как символ веры на ресурс. Нет. Это полное отречение от своих грехов. От самого себя. Это значит ничего не покрывать. Ничего не защищать. Не оправдывать. Не пытаться договориться с Богом. Боже, я тебе это, а ты мне вот это. Но в смирении признать себя падшим гречником достойным смерти. Ну а затем, если вы признали себя гречником, смотреться в воскресшего спасителя и от него получить жизнь, очищение всех. Образ Ветхого Завета вам всем известен. Вы помните, когда народ Божий роптал в пустыне? Да. Возмущался, там, где мясо, там еще что-то. И Бог послал на них ядовитых змей. Они жали его. Да? И Моисей молился. Боже, что делать? Народ гибнет. Он говорит, ну сделай медного змея. И нашествуй его, ну как на крест. И подняли высоко. И всякий, кто посмотрит, тот спасется. Да, будет жизнь. Вот это область. Вы ужалены грехом уже. Все. Вы умираете. Вы посмотрите на Иисуса. Взгляните на него. И получите жизнь. Со времен Павла, вы знаете, и на протяжении столетий, и до наших дней, это было смыслом всех проповедей. всех буквально, которые несли жизнь в этот вот мертвый мир. И смеем ли мы теперь искажать эту истину? Новыми, добренькими проповедями без креста. Чтобы ублажить слух в новопришедших. Чтобы они, не дай Бог, не услышали, что Иисус был вот так вот страшно распят. Так страдал. Почему? Это обижает. Так что давайте проповедовать старый крест и истинное, а не розовое, не малое благополучие. Давайте учить людей приходить к Иисусу, как к Кресту Христу. Понимать Крест Христу. А зачем и как приходить к Иисусу, мы сейчас будем разбирать. Зачем и как? Есть такой текст. Он отвечает на этот вопрос. Придите ко мне. Вы его все знаете, да? Придите ко мне все друждающиеся времена и я успокою вас. Говорите, сам Господь приглашает. Приглашает вас прийти к Нему. Аминь. Он говорит, придите. Он говорит, придите. Приложает тех, кто имеет нужду. И приложает зачем-то. Каков должен быть результат этого посещения. Вот вы в какой-то проблеме, все такое, вот вы услышали, вы пришли. Каков должен быть результат? Господь обещает, да? Наверное тут написано. Дать вам здоровье, дом, машину, наладить бизнес и так далее. Так, да, написано? Придите ко мне все и я вам это дам. Так написано? А что тут написано? Успокой. Покой. Вот это правильный приход к Иисусу. Покой. Но мы, извините, мы шумные. Мы часто сами определяем, для чего и зачем нам нужен Господь. Для чего и зачем мы к Нему приходим. Мы определяем. Но в Библии, в Слове Божьем есть четкое обозначение этих целей. Зачем мы? Ну, начнем с того, зачем вообще Иисус пришел на землю? Цель Господа, я думаю, она должна совпадать с нашей и определять не так, да? Зачем Иисус пришел сюда? Иисус пришел. Вот два текста, пожалуйста. Я думаю, чтобы опять... Пришел взыскать и спасти Бога. Аминь. Аминь. И вот, в Лука 4 глава, Иисус проповедует в Синагоге в своем родном городе и говорит, Дуд Господень на мне. Цитирует Исайю. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим. И позвал меня исцелять сокрушенных сердцев. И проповедовать пленным словам освобождения. И так далее, и так далее, и так далее, да? Вот смотрите. Отец помазал Иисуса Духом Святым на исцеление сокрушенных сердцев. Чтобы благовествовать нищим. Благовествовать. Не делать их Рокфеллерами. И Морганами. А благовествовать. Говорить о этой чудной вести. Поповедовать пленным словам освобождения. Тем, кто в рабстве, находится в рабстве греха, в рабстве зависимости. Дать им свободу. Я бы мог, вы знаете, выписать массу обетований. И доказать вам, что цель Бога цель Бога отнюдь не улучшение наших бытовых условий жизни. А спасти и подарить нам жизненный счет. Скажите, значит цель Бога не выяснить для себя. Зарубочное сделать. Не улучшение наших бытовых условий жизни. А спасти, простить и подарить жизнь вечеру. Но ведь я говорю, наше сердце лукавое и крайне испорчено. мы сами выбираемся. Человек видит и слышит часто только то, что хочет видеть и слышать. Аминь. 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 Человек то, что хочет, он это и ищет. И потому переубеждает, спорит, доказывает. Твой опыт. Бесполезный и неэффективный. Лучше всего говорить на стену открыто, здесь в собрании. А принять ее или нет, это уже дело ваше и Духа Святого. Принять ее и применять. Аминь. Сразу хочу оговориться, возлюбленный, сразу же хочу оговориться и поставить все точки над «и». Мое искреннее желание и очень большое желание, чтобы все верующие, все дети Божьи были богаты, здоровы, успешны и радостны всем. Аминь. Аминь. И вы знаете, Бог дает материальные блага. Аминь. И Бог исцеляет нашу плоть. Аминь. И с поспешных делах рук наших помощников. Но почему-то не всегда, не везде и не все. Почему? Это было бы классно, да? Он всегда попросил, будьте любители. Потому что вот эти благословения, это средство, метод воспитания нас. Дабы мы не воспринимали великого и всемогущего творца, создателя вселенной, как марионетку. Вот вдумайте. Ведь многие так и понимают, что это как лампа Алладина. Потер марионетку, и тут же джин вылезли, что вам модно. Нет. Чтобы мы не воспринимали, как марионетку, которую можно манипулировать и управлять нашими молитвами. Многие верующие, к сожалению, живут в грехе. Ну мы знаем. Так, да? Многие, к сожалению. И многие ничего не делают для Бога. Не посвящаются, да? Ни жертвами, не посвящаются ничего. Но! Берут обетование из Писания. Бог что-то обещает. Они берут это обетование в уста свои и ставят творца в безвыходное положение. Бог обещал исполнить в любви. Знакомых нет? Разве можно так обращаться с творцовом Береставра? Оказывается, можно. Оказывается, мы запросто. Нынче это часто повсеместно практикуется и во многих церквях. Ну это звучит примерно так. Боже, Отец, вот Твое обетование, а вот моя вера в то, что Ты в состоянии исполнить это обетование, а так как Ты еще и не изменен, если ты не меняешься, то будь любить. Не встречай этого. Вот Твое обещал в Слове Своем, вот да, вот обещал. А вот моя вера в то, что Ты это можешь сделать. Будь любить. И знаете, что интересно, что результаты у этих людей есть. Вот это по вере Вашей да будет Вам, оно почему-то действует. Ну давайте. Да, да, да. И вот эти результаты, они обескураживают. Они выбивают из колеи детей Божьих. Как написано, нечестивые благоденствуют веки сего. А дети Божьи завидуют, страдают и понимают, почему так происходит. Ну, у Эккризиаста есть, так сказать, место, проливающее свет на этот момент, приоткрывающую завесу этой тайны. Написано, не долго будут у него, у этого человека, который нечестивый, живет в роскоши, не долго будут у него в памяти дни жизни его. Потому Бог его награждает его радостью. Понимаете, 70-80 лет по сравнению с вечности. Понимаете? Он говорит, не долго будет. Да, 70-80 лет будет жить, будет, извините, отхожее место, золотой унитаз, будут яхты, будет все. Но потом, извините, что будет? Или же вот еще одно место. Это Осав. 72-й зуб. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Я сам, дитя Божие, самоперец. Он говорит, я позавидовал этим безумным, видя их благоденствие. И он взывает, да Коли, да Коли, Боже, а потом не вошел его святилищем, и не разумел. Бог открыл конец их. Ну, давайте так вкратце обобщим. Мы живем в оплоте. Аминь. И нуждаемся в материальных и духовных благословениях. Аминь. Мы в оплоте и нуждаемся. Мы нуждаемся в защите, мы нуждаемся в исцелении, и так далее, и так далее, и так далее. Как написано? Как написано? Мы нуждаемся в этом. попечение о плоти не превращайте в плохо. Не делайте так, чтобы они господствовали над вами, эти попечения о плоти. И чтобы вы не стали их рабами. Чтобы они не стали у вас на первом месте. И еще один. Аминь. Люди ищут Своего. А не того, что угодно Иисусу Христу. Аминь. Вот все равно в нас заложено. Мы ищем то, что мне приятно. Что значит Своего? Вот что значит? Люди ищут Своего. А то, что я лично считаю правильным, логичным, приятным, удобным, угодным мне. То, что ложится мне на душу. Вот этого я ищу. И вот, послушайте. Если мое упование, то есть моя надежда, моя вера, цель направлены не на спасение моей бессмертной души, не на вечную жизнь, а на материальное благо здесь, на земле, сейчас и побольше, то бедный я человека. Павел так и называет этих людей. Несчастных. Мы описываем только в этой жизни. Что я в этой жизни хочу? Быть здоровым. Хочу иметь то-то, 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 деньги и так далее очень много. Мы несчастные все-все. Я не вижу основной цели. Она потеряна для меня. Я не вижу креста, который для меня умеет. Кто-то может, конечно, возразить. И сказать, ну, простите, но ведь Бог, как любящий Отец, дает благодетям Своим. Ведь так же, когда они его прозвольствуют. Так, даем и даем. Но только что дают? Вот давайте мы прочитаем, в основном. И так, если вы, он даже сравнивает это слово, если вы, будучи злым, умеете даяние благие давать детям вашим, злым по натуре, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящего, даст, опять я возвращу, мир, покой. Плод Духа какой? Любовь, радость, мир, правильный. Это он даст. Вот он и говорит, даст. А тут же вопрос, а что другого разве не дает? ничего? Дает. Дает. Но только при одном условии. Когда он, Бог на первом месте, когда он есть самое ваше большое желание, самое ваше большое стремление, он ваше сокровище, тогда дает. Тогда дает все. Иисус сказал ему, ищите же прежде чего-чего? Царство. И дальше читайте. И что дальше? Это мы сказали. Это не верно. Вот ищите прежде всего меня. Ищите крест мою. Царство мою, правду. А это все, что вы хотите, что плоть ваша желает, оно приложится вам. Ну приложится. Ну поверьте. Это и есть вера. Попробуй, доверься и ищи, и получишь. И вы не заметите как, но у вас появится все потребное для жизни и благочестия. Да, да, да. Вы только будете удивляться и благодарить Бога за то, что получили, даже не прося Его об этом. А вы еще сверх нам еще получите. Вот это милость. Вот это благословение. А не вымогать эти благословения молитвами. Вы цыганить. И кстати, вот эти вот направленности молитвы на дай, дай, дай. Они показывают ярче всего, что для вас главное. Бог или получили что-то от него. Что главное. И вот этот текст на защите, что значит искать. Ну когда мы ищем, мы куда-то смутим. Правда, да? Вот мне нужен хвост. И я смотрю, где же он куда-то закатился. Смотреть туда, где может этот объект быть. Где Бог. В его направлении. А не по сторонам. Хвост дяди может быть на потолке. Понимаете? Хорошо. Ну так или нет? А многие смотрят вот так. А это что это? Это Библия, Слово и Бог. Это размышления. Это молитва. Это служение. Это жизнь посвящения. Об этом мы говорим каждый раз. И вот когда вы так будете поступать, тогда соблазны этого мира не будут воздействовать на вас. Они не будут возгревать в вас вожделений. Тогда вы спокойно можете исполнить десятую заповедь. Как она звучит? Не пожелай. Ну? Не пожелай. Не будет этого. Понимаете? Вами не будут обладать желания неверующих людей. Ну, допустим. Такой пример. Иметь, допустим, пятиэтажный дом на трех членов семьи. Ну, не будет у вас такого желания. А о людях, подверженных все-таки таким страстям, Павел пишет послание к Великой Церкви. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христу. Их конец погибнет, их Бог чрева, то есть досытится. Их слава всраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах. Аминь. Аминь. Так что, проверяйте, пожалуйста, себя. В чем ваш Бог? Куда вы смотрите? Направление вашего взора. О чем ваши мысли? Ведь Библия предупреждает. Вот смотрите. Имейте нрав. Если любили, довольствуйтесь тем, что есть. Это направление вашего. И предупреждение. Ну, вы опять можно так сказать. Он даже в разговор. Я за вас говорю. Ну, пастор, вы призываете нас как к аскези. Мы же все-таки не монахи какие-то там. Правильно. И что подумают? Я пытаюсь уберечь вас от лишних, излишних скольбин и неприлядностей. Вот давайте мы прочитаем еще один текст, который об этом говорит. Ибо корень всех зол, есть что? Среди любого деньгам. Корень всех зол, которому предавшись, который идет по вот этому пути, ищет этот корень. Некоторые уклонились от веры. Опять-таки потеряли веру. И сами себя что? Подвергли многим скольбям. Сами себя. Это не кто-то вас там говорит. Вы сами себя подвергли. Если идете так, если любите это богатство. Ведь, понимаете, иначе ни о каком покое, ни о какой радости, ни о каком мире речи быть не может. Хотя вот, я слушал Тиму внимание, он сказал, хотя люди приобретением богатства хотят это все приобрести, да? Они хотят, если у меня будет много денег, у меня будет это все и мир, и покой, и радость. И это может дать только Бог. Вера в него. У меня даже есть такие стихи, я вспомню. Вечный поиск счастья. Вечная возня. Вечная в итоге жизнь кутирьма. Не догонать мне счастье. Но догонать меня, к счастью все же может благодать Христа. Вдумайтесь вы. Ну, вечная погоня. Зачем это? Ну, понимаете, вечная. Подумайте сами, какой может быть покой, если вся жизнь напоминает забег белки в колесе. С кратким промежутком на ночной отдых. А так, опять туда же и вперед. Все. Спокойно только. А вот апостол Павел научился быть доволен всегда и во всем и везде. В гонениях, в скольбях, в изобилии, и в бедности, и в скудости, и везде. Он бы мог, я так думаю, предъявить Богу претензии. Сказал так. Ну это ж ты меня призвал. Ну как так? Я твой избранный сосуд. Ты меня нашел. Я тебя не просил об этом. Вот. Поставил меня на высший вопрос словноязычный. Я должен выходить, так сказать, в золоте. Ездить на лучших блюдах, на арабских скакунах. А я, так сказать, пехом. По малой оси. С риском твоей жизни. Насаждаю твои цепи. Да еще и шли палатки, чтобы заработать себе на хлеб на сущих. Как так? Я просто сравниваю сейчас вот с нынешним священством. О нем можно вполне сказать. Если посмотреть на харизматические, пятидесятнические церкви, о нем можно назвать неудачниками. Пару неудачных, пораженец. Пусть посмотрит на нас. В почете, в уважении. Заседаем в Госдуме. Ездим на крейсерах. Я не дам. Вы знаете, в ютубе посмотрел в Европу. И пастор там говорит, ну вот у меня вот крейсер. Вот я на нем езжу. И у нас даже в городе клуб любителей красников. Ну мы приходим, общаемся. И все почему? Потому что я черный пастер. Мощный. Потому у меня не просто Жигули. Это я слышу, понимаете? Из ютуба слышу, понимаете? Я поначалу не поверил даже, что такого можно говорить. Вот потому у меня не просто Жигули. А у меня красит. Это Бог так меня благословляет. Потому что я Ему помазан. И вот эти все обильные благословения, которые материальные, которые я имею. Говорят сами за себя. Они подтверждают, что я избранный сосуд. Выходит Павел и остальные апостолы, это все нищета и голь перекатная. Они не Божьи дети вообще. И веры не имеют. Потому что если бы они имели веры, они попросили бы веры. Боже, дай мне. Ну хотя бы. Вер бы за хорошую. Ну так же выходит. Судя по вот этому, Евангелию розовому благослову. Просите и все. И вот напрашивается самый интересный вопрос теперь. К вам. А все ли материальные благословения от Бога? Как вы думаете? Ответите. Все ли? Я вспоминаю сразу же искушение Христа от пустыни. Вы знаете. Чем искушал сатана, заставляя поклониться Иисусу? Чем? Хлебом, деньгами и властью. Нынешние христиане очень падают и стремятся к обогащению. К сожалению. Это пагубное изобретение часто оправдывает желание давать хорошую десятину. Это я сколько раз слышал. Хотя впоследствии достигнут определенных материальных успехов, но почему-то быстро забывают. Норм? Ну, тогда чтоб вступали в бизнес и надо говорить оооо моно, бывает такая десятина, сколько я тебе дамать так? когда наступает что-то, как и так, вы знаете, происходит очень часто, на моей практике часто. Как видите, это очень похоже на попытку усидеть на двух стульях и угнаться за двумя зайцами. Но Иисус, предвидя это, предвидя вот такое состояние некоторых верующих, Он сказал такие санкуты. Никто не может служить другу. Ибо одного будет не надеть, а другому наоборот. Не можете служить Богу и маму. Не можете, не можете. Либо Богу, либо извините маму. Но вернемся к вопросу все-таки, зачем приходить к Иисусу? Как-то в то время, когда Он ходил по земле, еще до распятия, Его сопровождали и теснило множество народов, да, написано, множество людей. Достаточно вспомнить, кстати, это вот скоро уже будет, торжественный въезд Господа в Руссу. Мы будем отмечать, это верное воскресенье, как у нас на Руси говорят, или Бальмовое. Это радостные возрасты, произношение осанов, слава Вышних Богу. А через несколько дней уже крики «Распни Ему! Распни Ему!» Почему? Ну задайте себе, почему? Почему такая деформация сразу мышления? Тут же о-о-о, ветви бросают, пиджаки снимают, постилают, чтобы пыль не дай Бог не поднялась. И там чего ходили. Молодец! Не оправдал ожидания. Да, не оправдал ожидания. Шли то за Ним. Я говорю, мы разбираем вопрос, как идти и зачем идти к Иисусу. Шли то за Ним, как и многие сейчас, за хлебом, за здоровьем, за чудесами. В общем, за всевозможными благословениями. И, конечно, такой царь нужен всем. Ну, есть. Ну, халилуи. Двумя хлебами и рыбками заменил целый из этих хлебозавод и рыбцах придачу. Да? Взял благословения, и все на вере чего оставили, все и набрали. Коробок там. Нет. В таком Бога, конечно, можно верить. Если бы он еще придачу, быстренько и всегда отвечал бы на молитвы. Быстренько. Помолил. Раз. Оттуда ответил. Еще обязательно так, как нам хочется. Потом вообще цены бы не было, да? А, да и вообще-то и в евангелизации, брат, не нужно было бы нужды никакого не иметь. Почему? Все бы люди без труда, без уговоров, с удовольствием уверовали. Ну, так же. Какой бы халас был бы. И только бы и делали, что молились. Я бы живу это. На каждом углу бы молились бы. И на молитвенных собраниях явно бы негде было бы упасть. А на коленках у христиан, если бы дыры были бы. Но, понимаете, в такого царя, в такого можно верить. Но веровать в уничиженного, распятого, который умер, чтобы простить грехи и дать только вечную жизнь когда-то, ну это мало нас устраивает. Это как-то не впечатляет. Вера нынче имеет другую направленность, иное направление. Если вот раньше, как вот мы пели, наши отцы шли в остров, да, мы пели. Раньше смело шли в огненную печь, затворяли устали волн, с верою побеждали царство. Верой упали стены и приходили. Они так верой упали. Конечно верой упали. А сейчас с верой молят, чтобы все испытания Бог быстренько убрал с пути его возлюбленных частей. Чтобы нас ничего не касалось чести. Но, мы знаем, верой Авраам пошел со своего насиженного места, где все у него было. Неизвестно куда верой. А Моисей верой отказался от египетских сокровищ, богатств, власти. А теперь верою требуют от Бога этих сокровищ. А ну дай, я веру, что ты можешь. Устами бодренько поем все Иисусу отдаю я. А по факту Иисус дай мне все, что я хочу. Дай мне все, что я хочу. Герои веры. Мы читаем одиннадцатую главу Евгений. Которых весь мир не был достоин. Были побиваемыми камнями. Перепиливаемыми на живую. Без ногой. Подвергаемыми пылькам. Умирали от меча. Скидали с милой Терпяне доставки, скорби, озлобления. И не получили обещания. Не получили обещания. И не были в обиде на Бога. Почему? Потому что они взирали на воздаяние. Верой они видели небеса. Они не получили обетование здесь на земле. Только издали, как написано, видели онные. И радовались. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. И стремились к небесную отчизну. Стремились к небесную отчизну. Стремились к лучшему. То есть к небесному. Ну а сегодня опять-таки вот этот ложный крест. И многие называющие себя верующими. Хотят не только здесь пожить. На всю катушку, как им хочется. На ее удовольствие. Ну и там на небесах получить рады и кольцы. Но так быть не может. Это за усилие. Это оно. И хочу записать притчу. Еще как-то запомните. Образ эту картину. Из Луки. Ну вы ее знаете. 12-я лова. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И вот он сел. Ура чудеса. Он сел и задумался. Начал чесать вот здесь вот. Может здесь. И думал, что же мне сделать с этим. И потом сказал, вот что сделаю. А додумался. Сломаю старые жительницы. Построю новые. Соберу туда весь урожай. И скажу душе моей. Душа. Много добра у тебя лежит на многие годы. Покойся. Ешь. Пей. Веселись. Оп. Решение. Замечательно. Правда? Как бы тоже так стяжал и не стяжал. Вот если я заработаю то, 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 то. Куплю то, то, то. Обеспечу себя тем, тем, тем. А бог говорит ему. Безумный. Глупенький ты парень. Всю ночь душу твою возьму. Кому достанется то, что ты заготовил? Или зюмой, конечно. Вдумайтесь. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя. А не в Бога. Аминь. 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 Так бывает с теми, кто использует Богу для своих корыстных целей. Для своих нужд. Для своего обогащения. И чуть ниже. В 14 главе. Там еще один стих. 25. С ним шло множество народов. То есть вот они теснились. Много шло за Иисусом. И он обратился и сказал им. Если кто приходит к Раму. И не возненавидит отца. Матери. Жены. Детей. Братьев. Сестер. А притом и самой жизни своей. Тот не может быть моей дочери. И кто не несет креста. О чем мы говорили. Своего. И идет за мной. Не может быть моей дочери. Он не последовательный. Путь христианина. Трудный. Порой непонятный. Тернистый. Колючий. А на плечах еще вот этот тяжелый крест. Не новый. Нет. Не ложный вот этот. Облегченный. А истинный крест Иисус. И хочу вам теперь подвести эти выводы. Первое. Для меня вот этих доказательств. То что я вам озвучил. Достаточно. Чтобы понять. Что учение Евангелия. Благополучие. И учение ложного креста. Ложное. Библиейство. Бог нигде не обещал нам. Благополучную. Безоблачную. Счастливую. И богатую жизнь. В здоровом теле. Благополучие. 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 Ну нигде он этого не обещает. Но обещает вовремя. Подать пищу нам. Во время голода пропитает нас. Вот есть такие. Что он должен спасет их от смерти. И во время голода. Вот будет голод в стране. Он пропитает их. Вы не умрете. Это есть. И что праведник. Вот смотрите. Я был молодым составленным. И не видел праведника оставленным. Потом ковыров. Просящим хлеба. Просящим мимосты. Эти обетования есть. И они реально показывают наше духовное состояние несовершенства. Которому нужно исправиться в этом духовном состоянии. Поэтому он и использует вот эти рычаги. Второе. Ложный крест мешает нашей вере и упованию Бога. Ведь вдумайтесь. Зачем мне Бог, когда у меня все есть? Вы согласны с вами? Зачем мне Бог, если у меня все есть? Мне даже не обращаться к нему не надо. Только пальцем щелкни. Мне принесут там. Библия предупреждает, что такое очень даже может быть. Второзаконник. Бог пишет. Он выбил свой народ. Провел через пустыню. И ввел в земное водование. Здесь течет молоко и мед. Здесь все есть. Он сказал. Когда будешь есть и насыщаться. И построишь хорошие домы. И будешь жить в них. И когда будет у тебя много скота. И будет много серебра. И золота. Много. Понимаете? И всего у тебя будет много. Ну всего. То смотри. Чтобы не надмило сердце твое. И не забыл ты, Господи. Бог. Аминь. Аминь. Четкое. Ясное предупреждение нам всем. Смотри. Если ты этого добиваешься. Если ты это приобретешь. То смотри. Есть опасность забыть. И вы видели, что Бог не против богатства. Он не против. Он по глазам. Но если оно не становится на место Бога. Если оно не отодвигает его на второй фланг. Он благостроен. Третье. Вот ложный крест Иоанна Липовича. Он вводит взгляд от вечного на временное. На тлетное. Вот так вот. И вот есть такой текст. Посмотрите. Посему мы не унываем. Мы не унываем. Но если внешне наш человек не тлеет. То есть вот это наше. Плое наше. Тлеет с каждым. То внутреннее. Со дня на день обновляется. Ибо кратковременное. Легкое. Страдание. Наше. Производит в безмерном преизбытке. Вечную славу. Когда мы смотрим. Ненавидимое. Ненавидимое. Она невидимое. Ибо видимое временно. А невидимое. Аминь. Опять же я говорю. Куда вы смотрите? Где ваши приоритеты? Четвертое. Ложное благовестие может послужить соблазном. Вы знаете. И это на практике точно так было. Соблазном и разочарованием для немощных верей. Вот только что человек пришел. С целью. И он получает информацию. Ему обещают. То и то и то. И обещали очень много. И он не получил этого. А наоборот. Сколько пришли еще? И получается соблазн и разочарование. Пятое. Я думаю последнее. Превращает верующих из поклонников Бога в поклонников мамонды. В мещан потребителей. Попрошаек. Только дай. 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 Благослови. Дай. Еще один текст. Притчи. В ненасытности. Две точки. Давай. 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 Вот думай. Вот Библия говорит. У ненасытности две точки. Давай. Давай. И все. Вот три ненасытности и четыре, которые не скажут довольны. Они никогда не скажут довольны. Это как мультик про золотую антилогию. Помните? Еще, 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 еще. Когда уже завалился. Задохнулся. Никогда не скажут довольны. Ну, а результат это даже сказки Александра Васильевича Пушкина. Вы знаете. Очень печально. Сказка это не столько о рыбаке и рыбке, как они называют, а сколько о его жадной и ненасытенной жене. Да? Так? И здесь зарык, так сказать, урок для нас, христиан. Понимаете? Одни довольствуются тем, что имеют. Тем, что есть. И благодарят Бога за все. Боже, я встал сегодня, слава тебе. У меня есть хлеб, у меня есть чай. Слава тебе. Вот. А другие, имеют намного больше, но вечно недовольны. Ну, вечно недовольны. И вот, месяца что-то хотят, требуют там, и результат. Какой результат. Слава Господу, если результат будет такой, как в сказке Александр Сергеевич, это Божья милость для вас. Я объясню. Так как, если по причине, при наличии у вас ненасытимости, как у этой бабульки, которая есть, и Бог вдруг оставит вам все, ну, вот эти, хоровы, царства или это, да. И еще и при уложенности, то результат будет уже не печальный, а ужасный. Плач и скрежет зубы. Я молюсь, что не произойдет этого самого ни с кем. Такого. Будем просить у Бога мудрости, будем приходить к Нему Его путем, на Его условиях, принимая Его Евангелие и беря Его истинный, а не ложный крест. И повторим наш стих. И будем хвалиться Крестом Господу нашим, которым для меня мир распят, и я для мира. И тогда Отец Небесный напильно изобьет нас в свою благодать, и благословений до избытка. Аминь. Аминь.